Всем привет, продолжается фасткап по номерам 7352, команда ДП против команды Хелл, Хелл, прошлую карту выиграли просто в Салатину, за 10 минут сделали чуть ли не 30 фрагов и вообще жестоко там игра произошла, ну ладно, посмотрим что они в этот смогут сделать, уже пик немножко отличается, пикнули себе Вингу, Дизраптора, Апака, Джиггернаута, ну а их противники, команда ДП пикнули, Агра, Лича, Кентавра и Антимага, окей, теперь последние баны уже пошли, команда ДП должны банить какого-то скорее всего мидера, потому что команда Хелл в прошлой игре отправили пак в оффлейн, хорошо, хорошо этот пак там отстоял, молодец чувак, посмотрим что сможет он сделать в этой игре. Что бан пропустили или как это? Просто бан пропустили, вот везет команде Хелл, сами-то они забанят, а вот их противники, команда ДП решили пропустить бан, не знаю почему, но что-то видимо у них не пошло, надеюсь, больше такого не будет и пик произойдет так, как это надо. Резервное время пошло уже у команды Хелл, нужно им забанить, нужно им забанить, это тоже мидера, по идее, то есть у флейнер, есть кэри и саппорты у команды ДП, нужно забанить, значит, какого-то мидера. Мидера, точно мидера с нюками и скорее всего с каким-то АОЕ, можно Магнуса забанить, он в принципе здесь норм, банят Разора, ну тоже АОЕ в принципе-то, нужно какой-то станчик для команды ДП, да и для команды Хелл тоже не помешал бы. У них реально очень-очень мало этих станов, ну тот от пака и от винги ее один станчик, это конечно маловасто. Посмотрим-посмотрим, как они вообще будут играть, может быть сейчас опять-то же изи катка зайдет, это было бы довольно-таки интересно. Инвокер, ласт пиком от команды ДП, вот как я сказал, в принципе есть стан, относительно, есть АОЕ, тоже относительно, потому что им попасть нужно. Так что инвокер, он как бы многогранный, ходит довольно-таки хорошо, но нужно, нужно уметь правильно реализовывать этого героя, а то могут возникнуть некоторые проблемки. 10 секунд остается у команды Хелл, до резервного времени, и еще целая минута, чтобы подумать, это конечно хорошо, но я бы на их месте пикнул уже последнего героя СБИ, пошел раскатывать очередную команду. А то мне сидеть это все ждать, не люблю я все это дело, конечно, ну ладно, сам выбрал себе профессию, темпларочка. Ой, как хороша здесь темпларочка, ей только будет чуть-чуть Игнайт там мешать Огур, а так она просто вообще палит сверх, ей ставят все, потому что никто ей ничего не может сделать, кроме Агра. Если убили Агра команды Эта Хелл, или просто, не знаю, закинули на него какой-нибудь статик шторм, то тимпларка вообще абсолютно всех убьет и просто будет счастлива. Пауза сразу же от команды ДП, проблемки возникли, ну я думаю сейчас все встанет на свои места и продолжится игра в том же хорошем темпе, я на это надеюсь. Я же анонс написал, я же молодец, да, я все сделал, я молодец. Конечно, немножко стрим попоздал по сравнению с анонсом, но это не важно. Это не важно, вот уже вроде бы продолжается даже сама игра. Хорошо, возвращаемся к игре. ОБС, вернись, так, все хорошо. Будут ли команды Хелл снова пытаться гангать и на руне снова убивать двоих, как они делали это в прошлой игре? Джиггернаут продал свой топор, купил себе вместо этого топора Ring of Protection, теперь который дает 3 арморчика, ну и 7 целых армора. И это достаточно много и сможет этот Джиггернаут подраться. Плюс, плюс накапывает денежки, добьет он одного крипца или возьмет баунтируны и будет тогда уже хватать денег и на щиток, и на все, что пожелаешь. Но на топе заберет себе руну Пак. Пак, опять-таки, Соло против Соло. Здесь будет стоять Кентауэр, ну Кентауэр, конечно, получше объясняет Паку, что почем. Хотя Бонник тоже, по идее, мог объяснять Пак, но почему-то Пак легко объяснил Боннику и убил его чуть ли не на ФБ. О, вот здесь встали на позиции все, кто хотят получить баунтиру на топе. Ну а на боте нет конкуренции у команды Хэл, они просто возьмут и заберут эту руну. Так, Пак, пришел сюда еще Кентауэр, могут быть проблемы у Пака, очень-очень хочет, как он хочет эту руну. Станчик, залетай здесь и Пак умирает. Фёртблат для команды ДП. Какой-то отвратительный, если честно, сейчас был мув от Пака, просто он пошел и отдал ФБ. Я этот только так могу назвать, потому что он спокойно уходил, спокойно выживал, но решил отдать ФБ. Такие дела. Конечно, это все очень плохо. Здесь же Джаггер собрал. На, Джаггер, Джаггер. Сейчас купит себе щиток и будет счастлив. Дизраптор уже пошел объяснять антимагу, че почем. Тут сразу делает блинг и Винга уже объясняет, че почем лечу. Такая она веселая девка. Дизраптор ей в этом помогает. Сейчас еще один Тандерстрайк и снова антимаг уходит. Ой, эти Тандерстрайки, конечно, не так дамажат, но это как будто тебе просто в лицо натыкали. Что с руки, что с Тандерстрайк там сколько? 40 урона, ну у Дизраптора 50. Че-то все резисты те же 30-40 заходят. Джаггер хорошо донает. Ой-ой, Винга. Дизраптор сейчас очень сильно помешал, мог так добить Крипца, но... Дизраптор так не думает. Застилил. Даже не застилил, а просто запорол Крипа Джаггеру. Тот немножко, конечно, я думаю, расстроился. Я бы тоже расстроился, если бы мне Крипа застилили. Огур здесь стоит как будто бы он Керри. Реально, бегает с тапком. После ферстблана-то у него все ок. Антимаг убежал на топ. Против пака ему норм. Если ему норм против пака, то я его как бы уважаю. Потому что против пака на антимаге поставить это еще нужно уметь. Ну, либо промаксить себе пассиву третью. Уже промаксил. Так что все, пак не такой опасный. Было бы неплохо купить здесь еще Пурманшайлд. Потому что это лишний армор. Или сразу копить на Ring of Regen. Для того, чтобы регениться. Как это не звучало бы абсурдно, опять-таки. И тавтологично. А пак Денайт. Как же любят паки Денайт. Это, по-моему, все знают и всем известно. То есть, какая-то очень интересная выборка скилл и тембилда у Инвокера. Просто кидает на себя здесь какие-то непонятные аллакрити. Темпларка сидит в мелде. Дала тычку в Крипца. Ну и Крипца, собственно, добила этого. А Инвокер в это время ей набивал ее на Гладильзон. Залетел в Санстрайк. Отел легкий фраг, но фиг там. Темпларка все равно бы хватило хп. Да, там 160 у него было 170. Так что более-менее все здесь у чувачка. Еще до Найт успевает. Но Инвокер тоже не уступает. Потихоньку пацаны разгоняются и там, и там. Да, это реально, это просто Инвокер через Векс и Экзорд. Я это вижу, если честно говоря, в таких играх первый раз. И это сам делал в паблике было достаточно весело. Но я бы не сказал, что это так продуктивно, как тот же Квас Экзорд или Векс Квас. Так что нужно еще пять раз подумать, прежде чем такого Инвока юзать. Пришли тем временем на помощь к тому самому Инвоку. Вот стоят здесь саппорты в виде лича и игра. Готовы подцепить темпларочку. Есть. Хоть даст, нет. Нет даста. Темпларочка посидит в инвизи до посинения, если что. Главное, чтобы рефрекшн она не потратила. Просто сесть. Просто сесть. Нет, она бы выбрала, по-моему, смерть Кентавра. Я вижу, что там умер, но поважнее, что с темпларкой... Ой, как она больно-то набила Инвокеру. Близко было она, чтобы убить еще этого наглого Вокера. Ну, повезло ему, что саппорты так быстро справились с темпларкой. Как и Интавра-то убили. Уже прилетел на бот, видимо. Подцепили как-то там скрутилочки, может быть. Еще глимсом вернули назад. Ну, из-за этого сделали какой-то фраг. Именно так и есть. Я все правильно прочитал, прочитал. Это, по-моему, самое очевидное здесь действие для убивания наглого Кентарова. Кстати, пака здесь подбрели. И пока команда ДП как бы это не выглядело интересно. Они лидируют. Сделали три фрага в обмен только на один, который сделали команда Хелл. Антимага отхильте, а? По-моему, Огр сам на себя сейчас хилку нажал. Антимага сейчас по-любому горануло немножко. О, пак уже плюнул. Пак, конечно, здесь нормально. Свечи зон. Инвокер, как хорошо прожал здесь, кстати, инвиз. И просто задоджил выход Темпларки. Очень здесь хорошо сыграл. Опять-таки плюс такой раскачки. У тебя на ранних левелах есть вексы. Ты сможешь всегда убежать. Нормально. Темпларка доджит. Игнайт и тупо мелдом. Антимаг все время сведел. Не на того нажимаю. Окей, вот здесь его пак сумел добить. А, ну, да, Антимаг же здесь на ЛОХП был. Вот, зашел Дримс Койл, там Сайленс. Ну и куда ты убежишь? Антимаг без магии, как известно, не очень хорош. Это, опять-таки, абсурдно, но так и есть. Реально, Антимаг без своего блинка просто кусок непонятно чего. Потому что ни убежать, ни прибежать, ни поформить, Ничего ты не поделаешь без блинка. Будешь ходить и, не знаю, заниматься ничего не деланием. Вернулись, слушай, кого-то здесь. А, опять-таки Кентавра. Как долго бьют этого жердяя здесь? Еще отпустят, не? Не-не-не. Джаггер так не думает. Никто так не думает. Санстрайки, кстати, по двоим героям. А Кентавр выжил. Вот так герой, а? Просто идет. Трое под Тауэр. Лупят по лицу. Это все равно выживает. Мом у Джаггера будет. Другого и не следовало ожидать. Ну, ультимейт с Момом там вроде бы на 200 урона больше или быстрее. Что-то такое. Я не помню, если честно. Хорошо то, что вот после ультимейта ты как бы выпрыгиваешь из ультимейта и под бомом остаешься. Тебя сложно зафокусить, потому что ты можешь в разных точках выпрыгнуть от этого ультимейта. Так что здесь еще так все очень интересно складывается. Несет себе Лич в ТПшку и Вардиков. Тим Пларк тем временем поспамила здесь трэпы. Антимаг харасится здесь. С паком похарасился, пак отбежал по регеницу. Понятное дело, что хп кто здесь будет стоять. Понятное дело, что нужно от регеница. Хотя вот 300-400 уже нормально. Антимаг тем временем подфармил. Уже Мом, кстати, у Джаггера. Ну, как я и говорил, Мом это достаточно хорошая идея вообще. Не знаю, кто его придумал, но молодец. Это очередная мета, очень интересная мета. Потому что это то, чего раньше такого вообще не было. Как Экзериал на Тинкера. Кто-то придумал собирать Экзериал на Тинкера. Раньше-то его никто не собирал. Здесь все время убили инвокера все-таки. Инвест сегодня не помог. И убили в ответ, что же темпларочку. А, здесь были просто дасты у Винги. Да, темпларочку убили. Это хорошо. Ну, проблема в том, что здесь получила фраг темпларка. Тут получил фраг какой-то Лич. Которому этот фраг ты не нужен. Относительно. Еще Крэпа здесь своровал, чтобы линия не так пушилась. Ну, и в принципе остался доволен. Забрала Винга свою очередную баунтирум. Ну, а на топе Пак довольствуется иллюзием. Так, разорвал Дримскойл. Кстати, здесь антимаг, антимаг. Вернулся антимаг. Бьет. Пытается разменяться, но все тщетно. Просто отправляется здесь в таверну. Ну, и потихоньку, потихоньку. Команда Хэлл выравниваются. Очень у них складываются. Делают такие одиночные фраги. Теперь нужно подфармить. То есть Джиггернауту собрать себе, может быть, барабанчики, ПТ. И пойти подраться с пацанами. Вот, начинает крутиться. Если что, Москов Меднес можно активировать. Во время крутилочки. И, как бы, за счет этого уже вытащить, так скажем. И убежать. Было бы неплохо, если бы кто-то так подставился к Джиггернауту. Прямо, скажем, и смог Джиггернаут сделать хотя бы один красивый фраг с ультимейта. Это вот как сейчас с Кентавром, например. А здесь есть под сейф в виде лича, который, если что, втанкует. Так что, ну, осторожнее. Нужно просто найти такой фраг. А если не искать такие фраги, то ты не Джиггернаут вовсе. А фармит вообще лес. Какой наглый-то чувачок. Сейчас лич как выйдет. Как получит ультимейт в лицо, так сразу поймет, в чем проблема. Поставил вардец здесь и... А, Джиггернаут ушел фармить легкий спаун. Пошел. Сейчас увидит лича. Москов Меднес. Прыгнут. Прыгнуть. Прыгнуть. Боится, боится. Думаю, что подойдут сейчас пацаны из команды ДП. Правильно думает. Окей, ладно. Пусть здесь продолжается веселье. Вот, бьют тем временем инвокер уличика. Ну, убили инвокера. Даст на нем веселье. Никак он не убежал бы. Очередной. Отличный ганг от саппортов команды Хелл. Получил свой фраг Дизраптор. Ну, Венга с Темпларкой довольствуются лишь ассистами. Да, Темпларка здесь купила ПТ. Абсолютно правильный выбор. Потому что дерутся здесь товарищи из команды Хелл. А Темпларки именно на такой замес. Когда нужно, так скажем, выживать по максимуму, то покупаешь ПТ. Если ты идешь фармить и драться одновременно, то ты покупаешь себе фейзы и таришь какой-то мидасик. Ну, а здесь ПТ барабанный даггер. Что-то такое. Может быть яшка. И вокруг этого как-то крутиться и фармить. За счет фрагов. Ну, и не только. Пак очередной раз убивает антимага. Доказывает, что намного сильнее. И уже 0.3 просто у этого чувачка. У Пака-то хоть есть смерть, но он убивает хотя бы. И, по-моему, ему этого достаточно. Темпларку пробили, убили здесь. Темпларку. Огр очередной фраг получает. С Игната, видимо, добил. Макси, ты знаешь, что интересно? Ну, в принципе, я понимаю его. Игнат это хорошо. Все-таки куча урона. Сколько там? 50 урона тупо этого горения. И умножаем это на 8. Получается, что очень-очень долгий такой скилл. 400 магического урона наносит. Ну, там, 300 с копейками влетает. Или, там, 280 примерно так. Да, я дружу с математикой. Все уже знают, что я очень с ней дружу. Тем временем, антимагу пришли здесь подсобить саппорты. Ну, извините, у него на 12 минуте ПТ нет. Конечно, ему нужна помощь. Когда на 12 минуте обычно там БФ, ПТ, и уже какая-нибудь добрая половина Владимира или чего-нибудь такого интересного. А здесь даже ПТ не собралось у антимага. Вообще, какой-то отвратительный чувачок. Тем временем, убили вдвоем с темпларкой. Джиггернаул забрал себе Егисов от Рошика. Ну, и сама темпларка тоже получила экспы и голды. Сейчас отойдет так красиво зафармить стаки здесь все. Ну, или будет их харасьть потихоньку. Ну, это самая стандартная темпларка, которая такая, опа, побежала. Пофармила стаки, опа, вернулась на мид, пофармила. Опа, там еще где-то получила дополнительный фарм. Пошла, забрала Рошана. Именно так, как она сейчас делала, проиграла реген. И пошла назад. Тем временем, топ чуть-чуть уже здесь начинает падать. И на боте Джиггернаут очень нагло забегает. Это Егис у него сложно сбить. Все-таки это Джиггернаут. У него куча-куча урона, мус-спида и так далее. Плюс я есть лайфстил за счет этого же Масков Мэднеса. И начинает, видимо, он себе Скиптер. Я так думаю, не Манта Стайл уже. Инвокера опять здесь сбрели. Надоели уже убивать этого Инвокера. Сколько у него смертей? Что четыре где-то? Три смерти у него. Конечно, отвратительный. Опять-таки, чувачок стоит здесь. У него постоянно отвратительная ситуация. Сам-то человек нормальный. Он более-менее шарит. Но у него ситуация реально отвратительная. К нему все время приходят саппорты. А у саппортов, блин, даст ты. Фиг ты от них сбежишь. Нужно в таких ситуациях прокачивать себе не 4J, а инвиз. Ой, не инвиз. Что я говорю? Короче, нужно бласт качать. Вот. Чтобы просто дизармить и как бы за счет этого уже выигрывать. То я начал опять мой бред нести, любимый. И потом у Дови такой прокачал инвиз. И сидит веселый. Ультует джиггернаут. Минус инвокер. Опять-таки, умирает здесь этот человек. Все-таки это яшка. Ладно. И так сойдет, как говорится. Агра здесь тоже убьют. Кто его здесь собирается вообще отпускать? Пак очередной фраг. Ой, какой стрик забрал-то? Хороший. Здесь было 4-0 у Агра. Теперь 4-1 будет. В общем, в целом не так уж и плохо. Почти все фраги команды, кстати, сделал Огр. Самый ненуждающийся во фрагах. Пак купил себе Медас. Мы уже знаем про Меду с Медасами на паков. Это именно на фасткапах почему-то. На всяких турнирах я что-то не замечаю. Медас я обожаю. Поэтому на любом герое я только палец вверх подниму, если ситуация хорошая и позволяет Медас. А сейчас именно такая. Поэтому Пак молодец. Абсолютно правильно здесь поступил. То, что если что-то вдруг пойдет не так, на этот случай есть Медас. Вылетел, кстати, Джаггер на аут у команды Хэлл. Я бы не сказал, что он сейчас суперполезный, но как бы нужно все равно подождать человека из солидарности. Прокачал он плюсов себе, кстати. Уже 3 штуки. Но это стандарт. Как бы все Джаггеры, они качают плюсы. И за счет этого тоже получают статов. Он сам позитоненький, у него прирост силы-то всего-то на 1,9. Там у какой-нибудь темпларки побольше в 2 раза. А у него 2,1. Эй, плюсы-то не нужны. Нафига вообще. Затарила себе тем временем очень полезную медаль. Винга теперь будет минус арморить, плюс арморить. И вообще будет полезной девочкой. Как это и должно было с ней случиться. Инвокер, видимо, начинает себе какой-то орхид. Потому что у него есть уже барабаны и есть уже фейза, то есть ни ПТ, ничего такого мы тут не увидим. Метеор кинь в этих крипов. Или что-нибудь такое. Не, он вышел все-таки, кстати, в квас здесь. Она кидает метеор. Ну и крипы все остаются в руки Инвокера. ДД забрал тем временем мистер Темплар Ассасин. И побежала она куда-то дальше. Влетели на Аграк, кстати, здесь. Очень больно этому чуваку. Чагернаут-то под Момо умирает все-таки первый раз. Очень сильно просел здесь Дизраптор. Дизраптор умирает. Дает глимс. Никак не выживет здесь. Ага. Чагернаут просто ушел с крутилки. Пак, Даггер туда-сюда попрыгал. Темпларк пришла драться с Инвокером. Дает свой трэп и побежала, побежала бить. Ага. Есть что-нибудь? Нет. А. Ха-ха. Ринга с крика убила в итоге. Инвокер очень... Это, конечно, выглядело весело. И отправляются пушить команда Хелл. Разменялись они 3 в 1. 3 в 2. Учитывая Егис. Даже 4. Очередной франк для Тимпларочки. У нее уже почти Дизоль. Видимо, без Даггерана. Собирается играть, но как бы выбор за ней остается. Я не сильно-то и против. Потому что команда Хелл уже выше, чем я играю по скиллу. А то я привык судить команды, которые хуже меня играют. Здесь я прям вижу, что чуваки делают абсолютно правильные решения. И каких-то таких очень грубых ошибок я с их стороны еще не видел. Чего не могу сказать про команду ДП. Вот антимаг, например, сейчас так просто фармит и не знает, что вокруг него вообще происходит. Могут здесь стоять 4 героя и вот сейчас лич бы на них вышел и сдох. Как бы примерно так это произошло бы. Ну, команда Хелл в миде. Джиггернаут пушить должен вообще хорошо сейчас. Медаль просто суперская на крепца зашла. Ну и пуш. Очередной непрекращающийся от команды Хелл. Пак тем временем накричал на инвокера. Сайлент залетел. Сразу же даст. Минус инвокер. Джиггернаут с Момом уже прибежал. Ну, конечно, тут называется рейдж, когда кто-то очень сладенький рядом с тобой. Сколько там действия Мома? 12 секунд. И временем лич здесь пытается что-то накидать. Ага, чайник. Залетел, конечно, здесь Чейнфроз. Ну, чуть-чуть продолажил двоих героев. Ну, это, конечно, очень-очень плохо-ненько. То, что чайник не разлетелся по всем. Ну, ладно. Не столь это и важно. Начинает себе Башер Джиггернаут. Я уверен на 100%, что это Башер, потому что... Ну, все-таки атак спит. Это целых почти уже 3 тычки в секунду у него. Так что он, чинен, даже будет уместен. Башер здесь. Просто реально бешеный Джиггернаут. Я Мома, кстати, так и не видел в действии. Сейчас увидел. В этой игре Джиггернаут именно раскрыл всю суть этого Мазков Мэднеса. То есть, это мувспид, это куча большая дополнительного урона, плюс лайфстил, который, как бы, всегда в почете и в учете. Всегда он тебе дает очень много. Да, Башер, все я правильно сказал вам. Хоть раз не набрал. Знаете же мою привычку врать всегда и не краснеть. У меня это очень часто происходит. Опять-таки, медаль на крипа. Медаль, кстати, это более-менее на крипа, если честно. Как бы, она дает достаточно много дополнительного времени. Пару тычек точно наносит Тауэр по этому крипу, на котором висит, собственно, плюс армор. Ммм, инвокер здесь отагрил от Тауэра чуть-чуть крипцов, ну и больше не дамажится этот Тауэрок. Можно более-менее дефаться, и все здесь вроде бы нормально у команды ДП. Полхай трэп от Темпларки. Рейндж достает от Тауэра. А в следующий раз будет стоять подальше. Да, очень-очень быстро пушит девочка здесь. Джиггернаут по одному побежал рубить. Нарубил здесь Тауэр, и теперь я должен продолжить свое победоносное движение. Команда Хэлл. Ну и вот уже Т3. Вот Т3, вижу цель, не вижу преград. Здесь лич, конечно, повешал Айс Армор, ну и что? Сколько там? Там не так уж и много Айс Армора. Три всего дополнительного. Темпларк снимает больше. Хотя, учитывая все плюсы и минусы. Да, вот здесь 21 Армора. Что 21? На Т2 там 20, по-моему. Не, 25. На Т1 20. Опять. Сказал вам неправда. О, кстати, хороший свап сейчас. Это называется сейф лицо. Ой, какой плохой-то, кстати, сейчас свап-то был. Я тут профессионально все рассказал вам. Свап хороший, но он как бы плохой. Потому что здесь умерла Винга в конечном итоге от Чейнфроста. Пытается Джиггернаут прыгать отсюда. У него все получается. Пак там залетел, убил. Убил антимага. Лич остался в одиночку. Ну и в одиночку здесь личный воин. И сейчас бомбанет Трэпа. Или просто залетит. Победная тычка с Молдат. Риплкил. А Темпларки, по-моему, уже могут сдаваться здесь. Пацаны из команды ДП. И как бы игра уже, по-моему, закончена. Не кажется вам так, команды ДП? По-моему, не кажется. И продолжают хелл свой пуш. Который, я как говорю, не прекращается. И не будет прекращаться. Потому что вот, примерно так. Отдают фраги команды ДП. Просто смотрит Огр. Стоят два лютых керрика, у которых слотов хватит, чтобы убить 100 агров. Все-таки ГГ прописывают. Ну да, Йогурт после такого еще влетает. А, Темпларку. Давайте побьем Темпларку, который, мягко говоря, 100 зарядов на рефракшене. Ладно. Опять я начал гнать в конце на команды. Молодцы, хелл. Еще одну карту они себе забирают прямиком. Выходят в финал. Я их поздравляю. Спасибо всем, кто смотрел. Увидимся на следующих стримах. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Подписывайтесь на канал на Твиче. Ссылка есть в описании.